Христос воскресе! Благодать и милость Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. И сердечно поздравляю, дорогие, всех, кто сегодня пришел и всех, кто не пришел, а просто знает, да и тех, кто не знает, с праздником святителя Николая Чудотворца, одного из наших любимейших святых. Вчера вечером, поздно, почти ночью, я разговаривал с одним человеком, таким моим виртуальным духовным чадом, который живет в Канаде. Он периодически звонит мне, и мы какие-то с ним вопросы жизненные разбираем по телефону. У нас уже было 10 или 11 часов вечера, в Канаде было утро. И мы с ним беседовали, и в частности, этот человек, я его люблю очень, это хороший человек, задал мне вопрос, говорит, «Отец Константин, вот меня на работе обижают, и я хочу серьезно поговорить с начальством своим. С другой стороны, я вспоминаю слова Евангелия, что если тебя принудят идти одно поприще, иди два, если у тебя отбирают одежду, отдай ей даже верхний плащ, не противься злому, говорит он. Я ему сказал, что мы можем понять слова Божии в контексте. Всегда, когда мы читаем что-то в Священном Писании, безусловно, имейте в виду, что это обращено на все времена, актуально это всегда, но всегда это нужно интерпретировать, толковать, исходя из исторического контекста. Во-первых, из того контекста евангельского, в котором помещены эти слова, а во-вторых, учитывать тех людей, к которым обращался Христос, ту историческую обстановку, в которой были слова эти произнесены. И вот я сказал, что, в общем-то, ведь эти поучения были произнесены перед людьми, перед обычными галилеянами. Галилейские жители, они имели очень грустную ситуацию. Это были обычные крестьяне, земледельцы, это были очень и очень бедные люди. Бедные люди, у которых шансов выбраться из их бедности практически никакой не было, потому что древний мир был очень коррумпированный. И сейчас коррупция есть, но на Востоке, 2000 лет назад, коррупция имела страшные абсолютно размеры. Ну, достаточно сказать, что обращаться в суд, например, в суд обращаться, если ты судился с богатым человеком, было вообще бесполезно, потому что все судьи были куплены, это было в порядке вещей. Богатые люди подкупали этих судей еще до всяких судебных разбирательств, и судья всегда выносил в пользу богатых какое-то определение. Бедные люди не имели никаких шансов, они знали, что им всю жизнь придется трудиться, на этой земле пахать, гнуть спину, проливать слезы и пот. И вторая ситуация, мы вспоминаем, что в то время сама Иудея вообще была под оккупацией римлян. Римляне они купировали, да, и они установили тоже такие поборы, налоги. Получалось, что обычный человек, он часть своих денег, он Рим, Риму платит, чтобы там роскошствовали сенаторы и император римский, строили свои виллы, устраивали свои торжественные празднества языческие, а другая часть шла на уплату разных налогов уже в самой Иудее, разным ростовщикам, разным мытарям, ну и так далее, и так далее. То есть вот, когда Христос говорит, что единственным оружием человека против вот такой несправедливости является смиренная позиция, то Христос обращается к людям, у которых других рычагов воздействия на ситуацию просто нет. То есть Христос подсказывает, какое им выработать настроение в том случае, в той ситуации, если изменить они ничего не могут. Вот это надо очень четко учитывать. Если мы не можем ситуацию изменить, то мы должны спокойно и смиренно и по-христиански принять эту ситуацию, доброжелательно принять ситуацию, как, скажем, тот крест, который мы вынуждены нести, ну, по независимым от нас обстоятельствам. Сейчас, говорил я своему собеседнику, сейчас ситуация изменилась. Мы живем в достаточно социально гарантированном обществе. Опять же, благодаря христианству у людей появились права. Сейчас нельзя сказать, что есть люди, имеющие права, и люди бесправные. Сейчас, в общем, даже если ты богатый или ты бедный, ну, в общем, плюс-минус, ну, у тебя одинаковые права, и ты эти права можешь отстаивать. И сейчас, если ты не раб, сейчас, слава богу, рабства, да, в христианских странах нет, если ты не раб, ты можешь отстаивать свои права, ты можешь, например, поговорить с человеком, ну, на работе со своим начальником, который тебя унижает. Ты можешь потребовать защиты прав тому профсоюзу своего. Человек подтвердил, что у них в Канаде очень хорошие профсоюзы, которые защищают права работников. Таким образом, ты можешь отстаивать свои права. То есть, мой собеседник спросил, то есть, отец Константин, вы хотите сказать, что сейчас в каком-то смысле изменилась ситуация для большинства людей? Я говорю, да, в каком-то смысле изменилась. Мы сейчас имеем гораздо больше прав, возможностей, и мы сейчас имеем возможность уже, ну, так сказать, бороться вот с этими вот искажениями, с этим непорядком. А второй вопрос задал мне собеседник такой, отец Константин. Ну, а вот следующий вопрос тогда. Вот я хочу с детьми смотреть книгу, в которой есть юмористические картинки, но я вспоминаю слова Евангелия. Горе вам, значит, горе вам тем, кто смеется, ибо вас плачете. Может быть, и смеяться нельзя, может быть, это грех. И я сказал, что по контексту Евангелия, в котором сказаны эти слова, речь идет о смехе богатых людей, которые сидят и гогочат над бедными. Там в контексте это так, действительно, и в самом греческом тексте имеется в виду надменный смех. Смех человека, имеющего власть, имеющего там деньги над теми, кто этого не имеет. Смех людей, превозносящихся над теми, кто ничего не имеет. Ну, в общем, об этом мы поговорили, попрощались, и я стал думать вот над чем. Вот думаю я, мы празднуем сегодня память святителя Николая Чудотворца. И как раз святитель Николай вместе с другими деятелями церкви, он был одним из тех, кто самое активное и энергичное участие принимал в том, чтобы истребить неправду на земле, чтобы помочь людям, помочь обездоленным, помочь нуждающимся, чтобы вернуть людям права, чтобы защитить людей. Вот когда мы думаем о всем том, можно сказать, социальном прогрессе, который в обществе нашем был достигнут, об уважении к правам человека, о уважении к женщине, о том, что люди стали ценить право на жизнь, даже там нерожденного, скажем, ребенка, да и вообще ребенка, да, который считался вещью в древнем мире. Ну и многие-многие другие. Когда мы думаем о всей той же социальной неправде, которая была еще 2000 лет назад, казалось, она непреодолима, да. И мы должны понимать, что именно благодаря христианству и таким, как святитель Николай, именно благодаря их деятельному участию, эта неправда была побеждена правдой Божией. Дорогие, на самом деле впереди еще много работы. Мы можем сказать, что мы только в начале пути. Да и на самом деле 2000 лет, с точки зрения даже человеческой истории, это не такой колоссальный срок. Это 80 поколений. То есть от времени Христа до наших дней прошло 80 поколений. А от времени святителя Николая Чудотворца до наших дней всего 60 поколений. Это не так много, да, на самом деле, чтобы полностью изменить сознание человечества. Но уже сделано очень многое. Хотя впереди еще очень много работы, и каждый из нас призывается встать вот в этот фронт вместе с такими, как святитель Николай. Любить людей, помогать людям, заботиться о людях, защищать права людей. И вот смотрите, в сегодняшнем евангельском чтении, которое читается всегда в память святителя Николая, ведь об этом же речь. Об этих несчастных, угнетенных, лишенных каких-то социальных гарантий людях, которые утешаются Христом. Вот смотрите. Это удивительно. Вот то, о чем мы говорили с моим собеседником вчера вечером, и то, что я сейчас говорю про святителя Николая, это действительно, вот мы читаем в сегодняшнем Евангелии. Шестая глава Евангелия от Луки читается. Итак, Христос стал на ровном месте. Множество учеников, много народа из всей Иудеи, Иерусалима, приморских мест, тирских и седонских, которые пришли послушать Его, исцелиться от болезней своих. Также и страждущие от нечистых духов и исцелялись. То есть, ко Христу притекает множество этих несчастных, нуждающихся людей, одетых в рванье. Если вы возьмете детскую Библию или фильм какой-нибудь художественный, посмотрите, вы увидите, как красиво, элегантно даже одеты древние люди. На самом деле нет. Если даже вспомнить рассказы путешественников, путешествовавших по Ближнему Востоку еще сто лет назад, они расскажут, в какие лохмотья одевались люди. Люди действительно очень бедно одевались. В фильмах все, особенно в голливудовских, все это приукрашено. Там все достаточно чистенько, опрятненько одеты. А на самом деле люди носили поколениями одну и ту же одежду, латаную, перелатаную. Люди очень жалко выглядели. И вот эта вот огромная толпа нуждающихся людей со своими бедами различными приходит ко Христу. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила, исцеляла всех. И Он, возвед очи Свои на учеников Своих, говорил. Посмотрите, очень важно, Он, возвед очи на учеников, то есть Он посмотрел на учеников, потому что именно ученикам будет вручена вот эта ответственная миссия, идти и бороться со всеми этими бедами людскими. Когда, помните, Христос вознесся, ученики, сказано, стояли и смотрели на небо, и ангелы ответили им, чего стоите и смотрите на небо? Возвращайтесь в Иерусалим, у вас много дел, идите, засучив рукава, работайте. Как Христос работал в этом мире, чтобы мир сделать добрее, порядочнее, честнее, чтобы защитить людей, и вы бегите, у вас много работы. И вот дальше, Он, Христос, посмотрел на учеников и сказал им, блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Нищие духом – это неверно, это наши переводчики поставили, потому что в Евангелии от Матфея похожая речь, но немножко о другом. И там стоит блаженны нищие духом. И чтобы у людей путаницы не было в голове, переводчики из Евангелия от Матфея духом взяли и сюда перенесли. А в оригинале просто стоит у Луки – блаженны нищие. То есть это очень социальная речь. В Евангелии от Матфея Нагорная проповедь – это такая духовная речь, которая адресована скорее к людям, ожидающим спасения, и стасковавшимся по спасению. А здесь очень социально ориентированная речь. Здесь речь идет вот об этих несчастных людях, которые утомились от неправды, от несправедливости, и задача учеников – бороться с этим. Блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, то есть голодные, ибо насытитесь. Блаженны плачущие, плачущие от несправедливости, от угнетения, ибо вы смеетесь. Блаженны, когда возненавидят вас люди, и отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в той день. И дальше, кстати, горе вам богатые, ибо вы уже получили вам свое утешение. Горе вам присыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам смеющиеся, вот превозносящиеся, горделиво смеющиеся над неимущими, ибо вас плачете. Ну и так далее. Вот, дорогие, смотрите, церковь, я думал над тем, что она неспроста установила именно это чтение о несчастных людях читать в память святителя Николая. Потому что святитель Николай, он был один из тех, кто, как я уже сказал, да, который активнейшим образом защищал людей, боролся, ну, если так можно пафосно выразиться, боролся за справедливость в этом мире. Если возьмем его житие, мы увидим все эти моменты, да, когда умирающие от голода, вот эти миры ликийские, как святитель Николай выходит на пристань, и корабли, везущие в Константинополь из Египта, хлеб, да, как он возлагает руки на эти корабли и говорит, что капитаны должны поделиться зерном с умирающими людьми, и капитаны, которым страшными карами угрожали, чтобы они в коем случае зерна не отсыпали, они делятся этим зерном. Или вот этот, помните, святитель Николай, который бежит на лобное место, где уже казнь трех горожан должна совершиться, да, которые в потасовке там участвовали одной, и он кладет свой амафор епископский на меч, у Репина есть замечательная картина, он останавливает эту казнь, да, он поручается за этих людей, он их защищает. Или когда невинно оклеветанные военачальники ждут казни, сидят в темницу и ждут казни от Константина Великого, моего, кстати, святого покровителя, да, и святой Николай является во сне Константину и говорит, что эти люди невиновны, отпусти их. И император Константин этих людей отпускает. Или, например, известен случай, когда святитель Николай продал все свое имение, которое у него было, да, ему от родителей досталось имение, и он помог выкупить из, как бы мы сейчас сказали, сексуального рабства девушек, да, которые за долги отцу уже в публичный дом, которых хотели отдать. То есть много-много вот таких историй из жизни святителя Николая, которые говорят о том, как он любил людей. Слушайте, он при жизни любил людей, и сейчас, по милости Божией, тоже Господь продолжает являть чудеса нам по молитвам к святителю Николаю. И больше я скажу, вы же знаете, что есть чудо, когда мироточат его останки, мироточат. Это очень редкое явление. А ведь что это такое явление, о чем оно? Оно нам показывает зримым образом, да, что мы себе не внушили просто, не то, что мы, знаете, себе внушили, что такой святой Николай, который помогает. Господь, чтобы подтвердить, что это действительно святой, от которого истекают, проистекают чудеса, Господь дает вот это вот чудо мироточения. Причем я разговаривал с одним епископом католическим, который служит в баре при мощах, который участвует в этом вскрытии. Вот мощей ежегодно их вскрывают и вычерпывают это миро. И который мне рассказывал, что это правда. Мне лично рассказывал епископ католический. Говорит, да, мы это делаем. Я говорю, а сколько мир? Он говорит, раньше было больше, говорит, мир. Раньше до нескольких литров каждый год мира набиралось, а сейчас только несколько стаканов мира. Почему так ситуация? По-разному времена меняются, и почему-то вот то больше, то меньше проистекает этого мира. Но мир, оно истекает, да. Это зримое свидетельство того, что, знаете, как вот сейчас спорят, благодатный огонь, который в Иерусалиме зажигается, или неблагодатный, любят спорить. Да Бог с ним с огнем. Вот оно, реальное чудо. Неизвестно, откуда проистекает миро. Тут уж никто ничего не скажет, понимаете. То есть, святитель Николай, память которого мы празднуем, который в жизни нашей всем нам помогал, и мне много раз бесконечно помогал. И я знаю, что всякий раз я не злоупотребляю, но когда мне очень надо, я прошу его и всегда, он помогает мне. И я знаю, что он хотел бы от нас с вами одного, чтобы мы по мере сил подражали ему. Чтобы мы не смотрели на небо, как эти апостолы, да, проводившие на небо Христа. Не упивались, нам ведь хорошо в храме, насытились благодатью, хорошо. Сейчас выйдем в этот вот воняющий бензиновый гарий мир, пойдем по своим делам в эти шумные офисы, я не знаю, на наши прогоркшие там коммунальные кухни пойдем. И грустно будет нам, и печально, и благодать будем потихонечку вот эту терять, которую здесь набрали. Хорошо нам здесь быть, как апостолы, да, помните Христу. Хорошо нам здесь быть, а Христос говорит, какие палатки, какие кущи, спускаемся в мир, мир нас ждет. В мире не все в порядке. И ангелы говорят, чего смотрите на небо, возвращайтесь в Иерусалим, вас ждут великие дела. Дорогие, я хочу, чтобы мы, наполняясь благодатью, общаясь со святителем Николаем, получая от Бога какие-то милости, шли в этот мир, как сотрудники Божии. Старались, чтобы мир становился лучше, каждый на своем месте. Боролись со всеми теми несправедливостями, неправдами, которые есть в нашем мире. Иногда грустно становится, кажется, что, знаете, лбом не прошибешь эту систему, что не справишься с этими неправдами мира. Но вдруг видишь, как то у одного человека получается, то у другого человека, то у третьего получается. И удается что-то сделать, удается сдвинуть эту гору, так сказать, с мертвой точки. Давайте с вами будем нести любовь, правду Божию в этот мир, будем настоящими последователями Господа Иисуса Христа и, если хотите, учениками и последователями святителя Николая, этого великого человека-любца, который сегодня с нами и нас с радостью вдохновит на все добрые дела. Господь да благословит всех нас с вами. Аминь.